Девушки отдыхают 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 Делав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных, так же и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Толкование блаженного Феофилакта Болгарского «Господь убегает от славы, а она тем более преследует его. Подивись смотрению Господа, как Он каждого привлекает через свойственное и сродное Ему средство. Например, волхвов посредством звезды, а рыбарей посредством рыб. Но апостолы одни не могут вытащить сеть с рыбами, а приглашают и соучастников своих, и сообщников, и вместе взвлекут с ними. Это суть пастырей и учителей церквей всех времен. Они, преподавая и объясняя учение апостольское, помогают апостолам ловить человеков. В Евангелии есть сеть. Если же кто скажет, что через закидывание сети означается глубина мыслей, то и с этим можно согласиться. Итак, исполнилось слово пророка, сказавшего. «Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма, и из ущелья и скал». Иеремея 16-16. Рыбарями назвал Он святых апостолов, а ловцами правителей и учителей церкви в последующих времен. Богу нашему слава! До веки! Аминь! Татьяна Кузьмична, болящих всех и лечить людей. Юля доведуешь болящими. Ну, звучит уже, как бы. Ну, то, что в воскресенье ездили наши десанты, к воде в диванную. Расскажите, как там дела, Татьяна Кузьмична? Ой, вы не рассказывали. Ух, тем же время прошло такое. Съездили мы нормально. В первую очередь поехали к Николаю с Надеждой. Сразу встретил нас Николай. Нет, не встретил. Вначале мы пришли. Нету, нету его. Надежда кричит. Николай, Николай вроде не показывается. Но он как раз ей занимался. Там два раза пришлось купать ее. И все. Ну, вышла она такая хорошенькая прямо это все. С нами села, села рядом. Надя опять ее спрашивает. Ну, ты знаешь, кто мы? Вот приехали мы. Вот кто? Я рядом с ней сижу. Она говорит, Таня. Прямо сразу меня назвала. Ну, я, я. Она задумалась, задумалась. Ну, не могла ответить. Вот. Посидели мы. Она уже пытается разговаривать. Пытается. Еще так, конечно, у нее. Нет, она разговаривает и разговаривает. Другое дело, что она не может вспомнить. У нее это трудно. Но наверняка у нее там есть где-то, но она извлечь это из памяти не может. Ну, подвижки есть уже такие, прямо слава Богу. Все. Ну, погодило хорошо. Николай, ну, держится, крепится. Подольше бы его хватило. А то что-то прямо, ну, все равно вот. За него беспокойно все равно. Вот. Она ходит сама, бегает. Да, она ходит, ходит. Но она все равно ее покачивает. И поэтому поддерживать ее все равно. За ней все равно надо наблюдать. Потом поехали мы к Тоне. Приехали. Она радостная такая встретила нас прям. А то я болею, она ко мне не приезжает. Я тоже это такое. Ага. Очень радостно она встретила. У нее отдельная комнатка. Такая светлая, хорошая такая. Все ей установили, там сделали. Так чистенько все, аккуратненько так. Она такая радостная была. У ней лежал, я не знаю, даже как это назвать-то, канонник, что ли. Вот старинный-старинный, вот такой вот там. Старобряческий. Старобряческий. Вот. Ну и как бы это Надя заинтересовалась и Тоня ей подарила. Этот канонник там, вот такой прямой. 1794 год. Надя ездила к нам в музей специалисты. Отдела, да, посмотрела. Ну и все. И Тоня радостная очень была. Муж промолчал ничего, но куда-то ушел, это дочери. А дочь вышла и на улице сидела. Пока мы там были в комнате, она на улице сидела. Это квартира не в ее доме? В ее доме. В ее доме, да. Тот домик закрыт. Там кто-то живет. Она кому-то его завещала. Там кто-то живет. Ну а здесь у ней все хорошо. В общем-то. Она нормально ходит уже? Она нормально ходит. Дети ухаживают за ней. Все веселая, довольная. Такая радостная была, что мы приехали. А вот Ольга с детьми болящие сегодня записана. Это кто? Это Надежда Васильевна записала. Это одну Ольгу, наверное, Любину, сестру. Нет, с детьми какой-то, с чадами. Это Надежда Васильевна записала. Сергей и Александр Шадриевна. Нина Васильевна, ее сестра. И ее там просто ничего. Еще болящие кто у нас? Любовь Петровна. Любовь Петровна, да. Ну в таком же положении. Что-то пытается там готовить, кормить. Ольга, конечно, болеет, тяжелая. То есть она себя обслуживает и ее и свою сестру обслуживает? Да, хотя ей это тяжело. Тяжело, но хорошо. Божья помощь. Я все могу, укрепляющий меня и Иисус. Дай Бог, есть силы и терпения. Вот, брат, вызову, хочу поблагодарить вас. Я со здоровьем потом. Я о слове Божьем хотел. Ну мы еще не закончили, брат, со здоровьем, а ты уже сразу. Опять слово, опять, как говорят, некоторые говорят. Не нравится. И опять одно и то же. Каждый раз одно и то же. Ладно, брат, говори, конечно. Я шутил. Утрирую. Спасибо, Христос, на добром слове. Евангелие от Лути. Неужели люди, если услышат, со стороны скажут, ну вы бессовестные вообще. Вы охотники за головами? За людей? Ну а людей охотитесь, их сети на них тут расставляете. Господь говорит, отныне будете ловить человека. Они ловили рыбу. И Господь говорит им, вот туда забросьте. Они вот забросили эту сеть. И там поймали. Что это такое означает? Что мы сеть забросили? Господь говорит, будете теперь ловить человеков. Что они должны думать? Они рыбаки. Они рыбаки и знают, как тяжело поймать рыбу. Рыба ходит стадами. Стая у нее. Косяк мы называем. И вот здесь вот этот косяк. А вот там, допустим, 500 километров вообще нету никаких косяков. Отдельные рыбки есть. А вот косячок. А почему косячок? Потому что всякий труд, который человек затрачивает, он требует, называется мускульная сила. Раньше это было. Все было на мускульной силе. Вот мне это хорошо известно, потому что золотодобыча, вот эти золотинки, все было на мускульной силе. Практически даже лошадей применить нельзя. Почему? Шахтенки маленькие, полтора метра всего. И кто так, кого-то, понишь, какое-то запускать, а там темно, оно никуда не пойдет. Собаку запускать, собака не будет работать под землей. Никто не будет. Только будет работать человек. Может, вот в таких вот стесненных условиях. И вот они прекрасно понимают, как это все тяжело добыть эту рыбу. И вдруг человек какой-то просто сказал, туда забросьте, и забросили. Для чего Господь это указывает? Вот эта сеть, вот эта самая сеть, это учение Христа, это благая весть. И куда эту благую весть забросить? Господь показал им на то, что движется, то, что движется, где-то косяк. Что такое косяк? Косяк, вот идет косяк людей у нас. И как из них выводить ту рыбку, которая попадет? Как и по отдельно за рыбками не будешь охотиться? Поэтому придумана была вот эта самая сеть. Вот сейчас называется интернет. Это интер, это всемирная называется. И сеть, паутина, в которую попадут кто может попасть туда. Так самое главное, не кто может попасть, а кто разбрасывает, вот в чем дело. И у них тут много людей-то. Вот мы когда благовествовали, мы начинали с Игорем Владимировичем, мой тезкой, причем по отчеству даже. Начинали, где начать? Вот в городе прям, в городе много столько людей. Как-то, ну, ходить это, ну, не знаю, как-то стеснялись. Давай поедем, поехали на Новосиликат. А там, правда, людей поменьше как-то, лучше. И домики там не такие большие, 5-этажные, а 4-этажные. И пошли мы по этим 4-этажным домам. И как-то увидели. А потом вдруг сказали, а что мы ездим так далеко на Новосиликат, и там мало людей. Где-то в городе. Как? Начали смотреть, как другие делают. А так называемые свидетели, как бы от имени Иеговы, они ходят прям по квартирам. Игнатий, значит, на это внимание обратил и пошел сам по квартирам. Вот Татьяна Кузьминична сидит. Вот Александра Михайловна, которую поймали этой сетью. Так же? Спасибо Христу. Вот как было сбросено. И тогда мы тоже пошли по квартирам. А там замочки такие тогда были. На кнопочку нажимаешь, и так вниз, раз, флажок металлический. А на пичке открывается. Подошел. А как открыть? Какой номер-то? Начали смотреть потертости где. И правда помогает. Потом начали смотреть, как там люди открывают. Подходить уже можно зайти, можно зайти. А потом поставили другие замки. Там уже не угадаешь. Поэтому домофон. Нажимаешь кнопку, там отвечают, и ты говоришь, православная церковь, мы распространяем слово Божье. У нас есть Евангелие. Мы несем мир Христов в ваш подъезд. Запустите нас, пожалуйста, и мы вам тоже принесем. Некоторые отвечают, мы вас запустим, но нам не надо приносить. А какая квартира, даже и не помнишь. И все равно. Ну не открывают, кто-то открывает. Некоторые сестры были. На благовестие, сейчас сестра ушла со мной. Она ходила. Ну, тяжело, не пошло кому-то. А кто-то, наоборот, ждал многого. Одна сестра стояла, Раик Савицкий, она сейчас во Франции, и смотрела долго на дверь. Дверь металлическая, закрыта вся, вообще, ничего. И там открыли молчание. И она стоит, радостная такая, улыбается, сейчас скажу, слово откроет. Никто не открывает. И она, а что это никто не открывает? Я говорю, а ты говори, как будто человек перед тобой. Ну как? Как так? Надо, чтобы дверь открылась. Господь говорит, она странная, эта сеть. Эта сеть, это слова. Слова. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Поэтому даже через железную дверь ты можешь сказать, это будет сеть. То есть, не надо пугаться, что это какая-то сеть, ты там запутаешься, тебе там руку отрывают или ногу. Ты вообще в аду погибнешь, если в эту сеть не попадешь, и не останешься, и не переродишься в то состояние, которое хочет от нас Господь. Чтобы мы стали верующими, родились свыше и уже увидели, что да это никакая, не вот эта страшная сеть. Это страх Божий оказывается, а он не страшный страх Божий. Как раз мы об этом читали и в толковании тоже. Как Бога бояться? Вот вчера у меня было занятие с детьми первое. Говорили о страхе Божьем. И я спросил, кто чего бояться? И в конечном итоге выяснили. Два мальчонки выступили и сказали, я не боюсь, не знаю, что бояться. А другой руку тянет, да. А я вообще ничего не боюсь. Я говорю, вот это, вот это, как к этому и подошли. Вот эту истинную правду нам надо знать, что мы не знаем страха Божьего. И поэтому, написано, Давид говорит, придите, чадо, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Научиться надо страху Господню. Так просто оно пришло. А другой говорит, а я ничего не боюсь, только Господа боюсь. Я говорю, а как ты его боишься? Ну-ка расскажи нам. Сидел, сидел. Ну, я не знаю, как я его боюсь. Просто услышал, родители сказали, так говорить. Он говорит. А ты для себя-то, как ты его боишься, Господа? Как мы боимся, Господа? Вот когда мы исполняем слова его, когда мы идем, забрасываем сеть, благую весть, этим мы показываем, как мы, как страх Божий у нас действует. Почему? Господь пришел, и воля его, что все спаслись, а мы ничего не делаем. Сидим, и на своих дрожьях, как говорится, Египет. Возрастаем куда-то, а ничего не получается. Прихода к Господу нету. Нету нового прихода, нету новой общины. Нету заброски сети. То есть нету тех, кто желает. Вот эти рыбаки, они желали забросить сеть, и Господь им указал эту сеть. Пока они пошли, когда за ним, и он показал их. Они перед этим там слушали его слова, уже знали что-то. Не могли настроиться. Ну, а когда Господь вот этим чудом над рыбами показал им это, они поняли, да, это нужно с этим человеком дальше идти. А другие пришли, написано, послушать слово и исцелиться. Послушать и исцелиться. А вот прийти для того, чтобы, ну, ты здоровый, все, не надо тебе исцелять. А прийти для того, чтобы измениться самому и стать Христовым. То есть отвергнись себя, возьми крест свой. Христос, Христос дает кресты каждому. У него свой крест, очень тяжеленький. А у тебя свой будет крест. И следуй за Христом. Господу нашему славу во веки веков. Аминь. Ой, Петра, я хочу сказать тебе, вот Петра, она такая нужда кто-то из братьев, позвонить ей. Ее сломалась машинка. И как она, ну, она не знает, как решить. Да, стираль. Ух ты. Мастера вызывать. Не уже все там, только. Покупать тогда? Да, покупать. Ну, вот как это осуществить. Они даже бесплатно это могут сделать? Ай, да. Там же там всего второй. Позвоните, окажите ей любовь. Так оказать, оказать надо уже, чтобы иметь с чем-то, то есть надо иметь деньги, чтобы купить. Да, деньги-то. У нее есть деньги? Да, есть деньги. Ну, спросить, как она. Там же надо еще установить ее. А ту машинку тогда нужно вывести? Да, вывести. Она вся железная, говорит, могли бы даже. Вятка. Ну, она это, самостирающая? Ну, вятка, да, наша вторая. А, еще те старые, да? Ну, позвоните, как-то узнаете, а то она как женщина и как она будет решать этот вопрос и как она может, или может кто-то что-то... Главное, что сколько она может. Цена вопроса, какая-то... Какими средствами... в каком диапазоне она может... Ну, ей надо звонить, просто прям с ней разговаривать. Просто звоните, а как... Вы мне телефон сбросите, я позвоню. А что с домом Игнатий Тихоновичем там просил? Есть кто-нибудь занимается? Это... Любовь Николаевна сказала, что там информация исходит от Надежды России, который умеет гиперболизировать вопросы. Очень. И я думаю, что ситуация такая, что на сегодняшний день там не стоит заваруху эту производить. В таком случае, к весне он точно не завалится. А уже весной, когда будет уже время такое, что не холод и может быть работать там будет, это можно будет делать не спеша. Слава вам. Хозяин приедет, сам приедет. В доме ничего не изменилось. Все на месте. Печки, стены, полы, все на месте. Что же вы подумали, что завтра заварить? Так. Все-таки мы еще... Кто у нас? Валентина нету, барышника. Что с ней приятно? Ну, Валентина и Штурма это со своими соседями, как она теперь называет, свою сестру и племянника. Она не разговаривает, не общается ни в каком, ни одного слова, ни звука. Старается вообще их не задевать, и они ее не задевают. Сейчас вроде бы остановилось какое-то перемирие. Но вообще это перемирие очень ненадежное, потому что к Григорию приезжают какие-то молодые люди на больших машинах. Выйдет он с ними, что поговорит, на какую тему никто ничего. Он молчит и не знает, то ли с него взыскивать собираются старые долги, или, может быть, ему что-то поработать. грузчиком магазине Морьера устроиться. Ну, эти перипетии нам известны, не будем там еще в водуступить. Ну, во всяком случае, вот так вот, она с ними не общается, никакие тишки. Мне интересуют вопросы. Сегодня ее нет по болезни или по каким-то финансовым вопросам? Что вы в ней там? Ну, сегодня, скорее всего, по финансовым вопросам. Понятно. У нее вопросы тоже. Так, еще кто у нас? Роботы. Людмила Степановна. Людмила Степановна пошла в тот храм. Хорошо. Она ходит, лечится, и она пошла в тот. Ей, конечно, далеко не тяжело. Что там, брат? Ну, она работает сюда, просто еще на больничном. Ей садилия. На больничном, она что, ее не пускают в храм? Нет, она болеет, простыла, чтобы не заражать ей было, все такое. Так она же поправилась. Еще болеет? Нет, ей продлили больничный. У нее все еще... Ну, если продлили, она уже была после болезни здесь. А сегодня, то есть, должно быть лучшее, она уже была рекомендустер выздоравливающей, да? Не знаю, она мне сказала, что ей продлили больничный, что она пока не может, что она запустила... Каши. Каши 7. Ну, я вам скажу, если искать повод, и вовсе за можно найти. А врачи? Один работает? Иван, нестер, ой, я буду во всех. Иван, да, работает все еще. Как поняла, там тоже сложно. А у Нестера? Не знаю, к сожалению, Нестера. Ну, ты, если это, у тебя, должны быть, в таком случае, близкие отношения с братьями и сестрой, то ты должна накануне побеспокоиться о них и нам сказать, что болеют они, не болеют, чтобы мы знали, о чем молиться, хорошо? Я побеспокоилась, и вот, такая информация передаю вам. Не знаю, не ведаешь эту информацию, не знаешь, что с ней справа. Старшая заявилась, воспаление в гидрости, чем мы не знаем. Так, кто еще у нас? Путешествующий Александр Галена, до 13-го была информация о том, чтобы путешествовать, какая-то деловая поездка, чтобы там все было успешно. Батюшка путешествует. Батюшка путешествующий, он протест, вместе, наверное, с отцом Иоанном, они путешествуют. Пожья ангела мирного охранителя. Ну и путешествующие наши вот сегодня едут из Потеряевки, Игнатия, Володя, Николай. Еще кто-то? Ну, они собирались в 8 выехать, в 8-3 часа. А Николай тоже едет, что ли? Да. Ну, Николай, который там. А, он, наверное, на Газеле едет. Да, еще Андрей там, ты, чисто, да? А, он немного назад приедет. На Большом еще. Так. Ну, еще прошу продолжать молиться о моих родственниках, об обращении. Денис сейчас находится у нас в отделении, отделение восстановительного лечения ОВЛ, так называемое, в расстройках лечения. Ну, разговор, беседы мы ведем с ним сложно. То есть, там, ну, об обращении Дениса. Дениса, его матери, Надежда, и его жены, Наталья. Из них, из троих, Наталья более, так сказать, благосклонна, ну, там, больше на эмоциях того, что вот она может потерять. в которого она верит. Это надо. Я говорю, верю в Бога и верю в Дениса. Надо вот к Господу обращаться. Ну, у кого еще слово есть, просьба, пожелания? Ну, что, тогда будем завершать. все как обычно у нас трапеза, песнопения, занятия. Сестра тут просит слова. У нее сегодня день рождения. Просит, просит спеть ей многое лето. Ну, не лишим ее такой радости. И предоставим ей возможности спеть о себе. А сегодня же у Сергея это тоже у кого? У Сергея день ангела его должен был. Сергея же мы сегодня поминали. Сергей Колодчий. не памяти, да. Надо его спрашивать у него, когда у него день ангела. Сергеев-то много. Да, у него отходи не спрашивай. У меня не позовала посвятство. У меня родители неверующие. Ну, крестили-то посвятство. Нет, просто со своим ангелем. Так, ну, попросим у Господа Бога для нашей сестры Елены здравия душевного, телесного, а главное, я думаю, немногословие и смирение. Многое лето, многое лето, многое лето, спаси Христе Боже, спаси Христе Боже, сестру нашу Елену. Спаси Христос, можно я вам тоже спою? Давай. И, наверное, через недельку в больницу отправлюсь, если меня возьмут. Хорошо, будешь вести себя, возьмем. А если не споешь, не пойдешь в больницу? Могу не петь, если не хотите. В том году на день рождения тоже написано. Алло. Алло. Ах, позолотила деревья у нас, и листья кружатся, под ноги ложатся. Как позолотила с годами сердца, осень золотая стоит у крыльца. Осень золотая стоит у крыльца. Весны нам ушедшей уже не вернуть, но в возрасте раз нам есть Господу путь. И в старости можно счастливыми быть, дарить людям радость и Богу служить, дарить людям радость и Бога любить. Осень золотая я стихи слагаю, радостно на сердце у меня. Нет в душе сомненья. Простите. Нет в душе смятенья, я верю в воскресенье. Помоги, Господь, спаси меня. Об этом еще написал нам Давид. Будь в старости сочин и свеж, плодовит. Когда Дух Святой окрыляет сердца, душа вечной юной живет без конца. Душа вечной юной живет без конца. Ты в вечности будешь всегда молодой, коль к Богу пришел с золотою душой, в ней вера, надежда, любовь и дела. Душа в Царстве Божием жизнь обрела. Душа в Царстве Божием жизнь обрела. В Царстве Небесном для всех найдется место, кто стремится к Богу всей душой. Сбрось в душе сомненья, уверуй в воскресенье, к Богу припади, и Он с тобой. Сбрось в душе сомненья, уверуй в воскресенье, к Богу припади, и Бог с тобой. Вы ехали, вы ехали, реприху проехали, ездят на газели, сейчас отзвонят, просят остаться, вам ночью разгрузить газель. Достойная теклого истину, блажите Тя Богородицу, признавлаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашему, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения с Серафим, без искрения Бога, слово русшую, сущую Богородицу, тя величаем. Господи, защите Родину нашу от нашествий на племенников, от внутренних радствий, от беззакония, которая встанет, остановит делающих зло. Просвяти правителей страны наши, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, так же просвяти и защити людей, не познавших Тебя, обрати к истине, что божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должное, пусть покажутся в небрежении Своем и проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе. Господи, праведно судны Твои наносили за то, что оставили Тебя и Слово Твое, извлеченное Святой Библией. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога и Его. Дух Святой за наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. А вот, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя и заслужить правды Твои. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ну, кто может, остаться, надо остаться помочь разгрузить. Как она состроит.